Продолжение следует... В общем-то, действительно нужно было получить качественную научную информацию. И нам нужно прежде всего себе задать вопрос, какую информацию мы хотим получить в результате применения этой обеспечения. И поэтому, когда используя любую методологию для исследований, первая вопрос, которую мы должны ответить, то есть, для чего нам эта информация? Мы хотим удивить академическое сообщество. Или эта информация нужна для дальнейших серьезных исследований или практического применения? Или мы потребуем эту информацию для будущей практики и практики в целом. И на самом деле методология исследования города – это достаточно сложная вещь. То есть, если мы представим город как многоэтажную систему как бы наук... То есть, нам нужно понимать, почему как многоэтажную систему ноут, потому что нам нужно понять, с какой наукой мы будем иметь дело, чтобы строить методологию. И причина, почему мы говорим о разных методологических строительных моделях, то есть, потому что мы должны понимать, что дисциплина мы делаем. Потому что это позволяет нам понимать, что методология будет выглядеть. И у любого города есть и антропологическое составляющее, и психофизиологическое составляющее, и менталитетное составляющее, которое в себя включает группу наук, таких как социология, статистика и прочее. И символическая составляющая. В это входит огромное количество разделов от памятников архитектуры, культовых учреждений и так далее. Да, и если мы подойдем на любом уровне к исследованию, то информация о городе у нас будет только на этом уровне исследования. И это не будет ответом на вопрос, потому что мы будем видеть только часть информации о городе, и мы не будем видеть всю информацию о городе. И когда мы говорим о городе как у учебной аудитории, мы будем понимать, что именно эти уровни воспитывают личность в городе. И в этом и сложность подхода к исследованию городов, потому что либо нужно выяснить некую зависимость этих уровней друг от друга, либо поэтапно исследовать каждый уровень, а потом соединять эту информацию между собой. И это один из дилемматов разных научных исследователей. Мы должны выбрать нашу подход. Мы начинаем изучать каждый уровень отдельно, или мы смотрим на интерсекции, как они зависит от друг друга, и потом их комбинируем? И длинное время работы как бы в разных городах, в разных точках мира с целью получения разной информации. Привели нас к очень четкой методологии исследования города. И мы как бы давно поняли, что именно символический уровень городов... And the symbolic level, the last one that we spoke about is... ...строят все остальные уровни вниз. ...is the one that generates the other levels from upside to down. Да, и если ученые хорошо понимают символический уровень городов... ...and if a scientist understands the symbolic level of the city in a decent way... И мы говорим не только о видимых символах, но и о невидимых. And we are not speaking only about visible physical symbols, but also about things that we cannot see. Вы спросите, что такое невидимый символ? And by that I mean the following. Очень просто мог жить какой-то человек в этом городе, который мы не знаем. Сегодня ему даже памятник стоит, а он сыграл в истории этого города очень значимую вещь. For instance, when we speak about invisible symbols. Let's say there was a certain man who lived in the city, who did a lot of things for the city. And there is even a monument for him, but not many people know him, but his influence is still there. And for a tourist, that person may be unknown. I mean, he would be just there. But for a local man, that person might be a legend. Просто не все знаменитые люди в городах стали международно известными символами. It's just not all distinguished people and cities became internationally well-known symbols. And so, in my opinion, the system of visible and invisible systems are those things that build the mentality component of any city. And certainly, as I have said, this would comprise in itself many different disciplines. And correspondingly, the mentality component would be responsible for psychological part of the city. Соответственно, вниз психофизиологическую составляющую, антропологическую составляющую. And if we go even down, then it would be psychological component and anthropological. So, this was briefly a visual, basically, scheme for a better understanding. And as our colleague has noticed, this machine, which is an invisible and visible part of the city, it also influences on people living in this city. And under this influence, people become such or such, or break into groups, or there is a hierarchy of society, and so on. So, as one of the colleagues had noted, I believe it's Charles Lundy, is that people are shaped by cities, that is totally true, on different levels, in different ways, by basically this huge machine or organism. And, unfortunately, living in this city, a person, with his desire or without his desire, he will perform certain subconscious training, which is formed by his personality. Correspondingly, every human being in the city, he goes through a certain training in quotation marks. And it might be unconscious or might be conscious, but he is still shaped and influenced by a lot of factors. Thank you for attention. Thank you, colleagues, for giving me the floor. Благодарю моего коллегу Александру Сагайдаку за честный и радикальный доклад. Я должен отметить и express my gratitude to my colleague Александр Сагайдак за честное и радикальное презентацию. И то, что Александр Николаевич сказал, это очень важно. Для того, что действительно эти две части, традиционную часть города и постмодернистскую, уже сейчас часть города держать вместе достаточно непросто в городе. И действительно, вот этот символизм, в том числе невидимый символизм, держит эти две части как соединенные в один единый шар, в единую машину, субстанцией. И в этом смысле, когда мы говорим о шкале статусов горожан или факторов, которые влияют на это. Если вы помните, методология Гаврила строится сверху, вниз от символизма уже к антропологическому уровню. То статусы вырастают как дерево снизу вверх. И когда мы говорили нет, я отвечал на первый вопрос о методологии, вот эти факторы как раз и влияют на эти статусы. То, что слева. И вы представьте две свечки, вот так вот, параллельно стоящие. И когда я отвечал на первый вопрос, вот эта первая шкала, которая строится сверху вниз, методологическая. Строго соответствует правой шкале, которая шкала статусов и осознавания себя личности в городе. И каждая личность, которая родилась в этом городе или живет в этом городе, она стремится стать символом этого города. Когда мы говорим о первом уровне, мы говорим о жителе этого города. И на первом уровне, если мы идем снизу вверх, это будет происходящее место. То есть этого субъекта мы могли бы определить для себя как муравья в муравейнике. То есть, по сути, своя дифференциация происходит на жителей и тех, кто приехали ненадолго. То есть туристов, в гости приехали. То есть ты принадлежишь этому городу или не принадлежишь, да? И муравьи одного города сильно отличаются от муравьев другого города. И, конечно же, фигуратурно говоря, муравьи одного города будут сильно отличаться от муравьи другого города. Когда Александр Сагайдак говорил о том, что город должен быть построен на основании легендарного какого-то прошлого города, то в Палерме это ярко видно на Сицилии. И когда Александр Сагайдак говорил о том, что город должен быть построен на что-то легендарное, на великолепную историю, о том, что люди могут быть рады. Тогда я должен знать, что это очень вивидно видно в Палерме, в Сицилии. Там видно три уровня города. Второй город стоит на первом городе, а сегодняшний город на двух остальных городах. И когда мы переходим на второй уровень дифференциации статусов, это чем занят человек, кто он? Т.е. его принадлежность к профессии. И отношение к этой профессии в этом городе. И здесь уже в этот момент времени человек может превратиться в символ. Например, если вы возьмете Венецию, там есть такая профессия как управитель гондолы или гондолиер. Это символ Венеции уже. И эта профессия передается по наследству. Т.е. вы должны быть венецианцем и вам должны ее передать по наследству эту профессию. Иначе гондолиером стать в Венеции невозможно. В другом случае, в основном, вы должны быть в Венеции, вы должны быть в Венеции. А то, что вы никогда не становитесь гондолиером, потому что вы не из этого. Да. И по сути своей уже на этом уровне человек за счет профессии может стать символом этого города. И когда мы говорим уровень номер три, мы говорим о том, к какому обществу принадлежит этот человек в городе, и это подразумевает степень влияния власти в этом городе. Мы говорим о том, к какому обществу принадлежит эту личность. Да. И как вы понимаете, когда мы говорим о первом, втором, третьем уровне, это все стадии повышения квалификации. И когда мы поднимаемся до четвертого уровня, то это то, как тебя воспринимают в других странах, в других городах, когда ты называешь имя города, откуда ты. Да. То есть, когда я приезжаю в Мюнхен и говорю, что я из Одессы, все радуются. Да. И потому что Мюнхен побратим Одессы. Потому что Мюнхен и Одессы живут в Мюнхене. И многие одессы живут в Мюнхене. И эти города очень похожи. И когда мы поднимаемся до пятого символического уровня. И когда мы поднимаемся до пятого символического уровня. Это когда человек становится символом своего города. Да. И, в общем-то, человек может ничего не знать про город сам. И все, с чем ассоциируется у него город, это с тем, что здесь жили или родились определенные личности. И есть города, которые сильно связаны символически. Да. То есть, например, там и огромное количество знаменитых личностей на весь мир родились в этом городе. И одновременно огромное количество достопримечательностей этого города являются символами для всего мира. И одновременно сегодня то, что происходит в этом городе, значимо для других городов в мире. И когда мы видим две эти шкалы. Мы исследования города проводим по шкале сверху вниз. То есть, методология строится от символического уровня к антропологическому. В другом случае, методология строится от символического уровня к антропологическому. Да. А вторая шкала как бы показывает препятствия, то есть уровни квалификации. То есть, что человеку нужно пройти для того, чтобы стать символом этого города. И каждый город имеет свою, как бы, вот эту шкалу препятствий, которую человек преодолевая становится символом, как бы, этого города. And then the second candle, the second scale, it shows, this is not a methodology, this is related to the statuses. It shows what kind of obstacles one has to pass in order to become a symbol of his city. И совершенно не важно, как бы, хочет человек преодолевать эти препятствия или не хочет. Город сам ему эти препятствия выставляет. И от того, как он справляется с этими препятствиями, зависит его статус, как бы, в этом городе. And the most important thing, it doesn't matter if a person wants to pass through those obstacles or not. The city itself, as a system, pushes those obstacles towards him. And so, he has no choice. And, I mean, depending on how good, how well he does with passing those obstacles, I mean, his status would depend on that. Уважаемый модератор, спасибо за предоставленное слово. Thank you, moderator, for giving us the word. Уважаемые коллеги. Dear colleagues. Огромное спасибо за ваши доклады. Thank you all for your speeches. Все они были очень практичны и содержательны. All of them were meaningful and practical. Да. И я хотел бы добавить несколько слов, резюмируя сказанное. And I would like to add a couple of words just to conclude what has been said. Я бы хотел сказать об одной проблеме. I would like to pay your attention to one problem. Мне кажется, что огромное количество ученых в мире заняты, вот как сказал Александр Николаевич Сагайдак, мой коллега, в неком, ну, совершенно каком-то странном исследовании городов. It seems to me that a lot of academicians around the world, as Александр Сагайдак has pointed out, are engaged in quite a strange research of cities. Мне кажется, что я когда готовился к этой конференции, when I was preparing for this conference, я изучил огромное количество материалов разных ученых о том, как они исследуют от города и самое главное, для чего. I have studied a huge number of materials by other scientists in the way they studied cities. And the main question that I was trying to find an answer was why do they study cities? Возможно, я не сильно проницательный человек. Maybe I'm not that, I mean, far-looking person. But in general, I mean, on the global level, I don't understand what people do with 80% of data. For instance, they extract a lot of data in their research. And what do they do with it, with 80%? I don't understand. То есть, по сути, симулятивные задачи. Basically, there are, I mean, some people turn tasks into a simulation, like a simulative task. Порождают симулятивные исследования. And certain simulative tasks would bring to simulative research results that are not corresponding to factual state of affairs. То есть, я достаточно любознательный человек, ну, так как я ученый. And since, as an academic, I'm quite a curious person. And I was interested in every research that I could have found. However, after my own personal preparation to this conference, I think I've understood that a huge chunk of research about studies do not explain why they were done. I mean, they do not have the practical side. I mean, there is no way you can apply those knowledge. I mean, there is no way you can apply those knowledge. Я даже нашел исследование достаточно видного европейского ученого. Который исследовал цветы в городах. Я так и не понял, он эти цветы исследовал с биологической точки зрения. И по сути своей, я думаю, что именно отсутствие работ, связанных с методологией исследования городов, и я думаю, что именно это ведет к поиску методологии, которая выдается за исследование. И вот это, с моей точки зрения, является проблемой. Спасибо большое. И я думаю, это проблема, от моей точки зрения. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...